Заканчивается еще один год. Он был непрост и полон вызовов, с которыми нам всем приходилось справляться. Множество организаций трудились на благо других людей, БРСМ в том числе. Их волонтеры искренне верят, что доброта, милосердие, умение сопереживать чувством других людей создают основы человеческого счастья. Волонтеры доброго сердца создают и реализуют волонтерские программы, обучают и подготавливают к работе с детьми и семьями. Занимаются просветительской работой по формированию здорового образа жизни. На деле помогают особо нуждающимся в этом, ветеранам, детям, инвалидам, людям, оказавшимся в непростых жизненных условиях. Прещание очень трепетно относится к сохранению исторической памяти. Проводит большую работу по благоустройству и наведению порядка на мемориальных комплексах, воинских захоронениях, братских могилах. Ну и, конечно, мы всегда отмечаем, что благоустройство родников, храмов, экологические мероприятия, поддержка многодетных семей, и ребят, которые попали временно в трудную жизненную ситуацию, забота и внимание к ветеранам, к старшему поколению, к лицам с ограниченными возможностями. Это все ребята, это все наши волонтеры. Подведение итогов областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года-2021» – это ежегодный праздник, на котором чествуют самих волонтеров. День, когда их выделяют и говорят им спасибо за их труд. При принятии решения комиссия оценивалась количество проведенных акций каждым отрядом, охват молодежи, наличие атрибутики, важные социально значимые проекты, конкретно инициированные самими ребятами. Учитывалось все. Жюри рассмотрела заявки и определила победителей в традиционных номинациях проекта. Личный вклад, лучший волонтерский отряд, а также новых, промо-ролик и волонтерская песня. У нас в этом году, что нового было, там много новых ребят, новых личностей, лидеров, командиров волонтерских отрядов. Хочется сказать, что ребята отлично потрудились на сельскохозяйственных ярмарках, по всей области не приняли участие, особенно в городе Бресте, то есть совместно сотрудничали с администрациями городов и районов. Хотелось бы сказать, что, конечно же, что новым принесли – это волонтерские интенсивы. Чем мы по-доброму сотрудничаем с «Красным крестом» в том, что у них волонтерское движение такое профессиональное основе. И мы тоже к этому очень сильно стремимся. У нас тоже есть отряды, которые профессионалы, но с помощью таких наших организаций-партнеров мы проводим обучающие семинары, готовим наших волонтеров к тому, чтобы действительно они были профессионально подходили к своему делу. Если человек хочет сделать доброе дело, он может обратиться в любой районный комитет, и, так сказать, мы найдем применение этим хорошим желанием. Потому что у нас есть и благотворительные акции, и мероприятия различные, и трудовые акции, и волонтерские. И сейчас в связи с пандемией у нас работают отряды «Ковид-патруль» совместно с «Красным крестом» около 150 человек. И, конечно же, еще ребята, которые информационную работу ведут о важности вакцинации. Действительно, при желании любой молодой человек может прийти в волонтерское сообщество и осуществить свои желания. Воплотить какие-то идеи в реальность – это отличная возможность самовыражения через добрые поступки. Отличный повод попробовать себя в разных сферах и наметить направление своего жизненного пути. Волонтерской деятельностью я занимаюсь уже на протяжении шести лет. Начал еще в колледже. Никогда не думал, что буду волонтером, но как-то ввязался в это и пытаюсь ввязать свою жизнь. Дает стимул развиваться дальше. Я понимаю, что много людей нуждаются в моей помощи. Не только в моей, но всех волонтеров. И когда я вижу, допустим, лица пожилых людей, которые одинокие, и они хотят поговорить со мной, я остаюсь, разговариваю, и я понимаю, что это добрые, искренние люди, которым нужна поддержка. И вот это дает толчок для развития волонтерской деятельности. Мне очень нравится помогать людям, и я очень хочу связать свою жизнь как-то более с этой темой. И мне нравится видеть улыбки детей, улыбки ветеранов. Мне очень нравится, что они радуются вместе с нами и веселятся. Растем изо дня в день. Мы пробуем новые акции какие-нибудь, новые игры интенсивные, новые тренинги изучаем. Также ездим на мастер-классы какие-то по тренингам. И потом проводим их у себя в школе. Поэтому мы развиваемся, стараемся быть выше. Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты, мудро сказал когда-то великий Бетховен. Пусть больше юных сердец делятся своей добротой с теми, кому ее действительно не хватает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!